Друзья, всем привет! На связи снова Илья Пуртов, автор блога Invest4roll.ru. Сегодня распространим такой проект, как CIMEX. Это довольно такой необычный, уникальный в своем роде проект. Уникален прежде всего тем, что это не какой-то там стандартный пирамидальный хайп, это краудинвестинговая платформа. Что это значит? Это платформа, которая объединяет владельцев бизнесов или, соответственно, стартапов, которым нужно финансирование, и инвесторов, которые хотят вложить свои деньги и получать по ним дивиденды с доходов реального бизнеса. То есть, соответственно, CIMEX нам дает две возможности. Либо стать инвестором, вложить наши деньги в какие-то проекты, которые будут размещены на платформе CIMEX для сбора инвестиций, либо разместить свой проект как владелец бизнеса или стартапа, если нам нужны финансирование, мы можем разместить свой проект и делиться потом прибылью с инвесторами, платя им дивиденды. Ну вот здесь есть кое-какая статистика уже по платформе CIMEX, какие-то котировки по акциям проектов, которые уже были запущены на CIMEX. Есть ссылки на статьи в различных популярных изданиях про CIMEX. Надо отдать должное. CIMEX очень неплохо раскручивается, уже известно не только в кругах интернет-инвесторов, но и обычный обыватель может узнать и увидеть его, потому что тут достаточно популярные издания мелькают. Ну давайте теперь посмотрим суть, собственно, как все это выглядит. Вот есть вкладка «Проекты». Вот список проектов, которые у нас ждут финансирования. Здесь можно по рубрикам фильтровать. Есть рубрики «Действующий бизнес». Это проекты, бизнесы, у которых уже есть какая-то работающая площадка, например, буфет-винегрет. Я так понимаю, что у них уже есть какие-то точки работающие, и они просто хотят расшириться, открыть еще дополнительные точки. Может быть, в другом городе, может быть, просто в другом месте. Есть категория «Стартап». Давайте посмотрим, какие у нас проекты к стартапу. А, ну вот, например, стартап называется «Вафельная кофейня». Ребята хотят открыть «Вафельную кофейню», купить франшизу и открыть точку в Москве. При этом у этих ребят пока нет других точек. Вот, и все это будет первая точка. Вот. Ну, социальные есть проекты. Дальше по статусу, соответственно, это может быть проект на стадии сбора средств, то есть, которым сейчас требуется финансирование. Успешно собранные проекты, то есть это которые уже собрали свои средства, необходимые им, и, соответственно, находятся либо на этапе реализации, собственно, с запуска бизнеса, либо которые уже работают и платят дивиденды. Есть проекты на голосование, то есть, вот, люди, которые подают заявки на размещение своего проекта на платформе «Симикс», владельцы бизнеса, в котором, ну, или стартап, в котором нужно финансирование, вот, они подают заявку. Эти заявки подают вот сюда вот, ну, после модерации, да, и, соответственно, проекты, за которых проголосует больше участников инвесторов «Симикс», они попадают потом уже в раздел на стадии сбора. То есть, это такой предварительный отбор. Ну, и архив проектов. Есть фильтры по категориям, да, по тематикам. То есть, мы видим, что здесь благотворительность, веб-приложение, дизайн, здоровье, там, в общем, много всего. Ну, давайте уже рассмотрим какой-то конкретный проект и условия, какие нам предлагаются по инвестированию. Ну, допустим, вот та же самая вафельная кофейня. Вот, здесь вот есть информация по проекту, да, какой-то, я так понимаю, бизнес-план, описание, что это, с чем его едят, какая задумка, в чем идея. Вот, здесь вот вверху есть сайт самого этого бизнеса. Ну, относится к категории питания среди проектов 7x, расположение этого дела, ну, количество просмотров, там, новости проекта, обсуждения и так далее. Ну, собственно, теперь по цифрам, да, необходимо собрать. Вот сумма, которой необходимо собрать проекту. Ну, то есть, где-то 1 600 000 примерно. Вот, собрано уже, вот, 60, почти 64 000 рублей. Это примерно 4%. Как происходит, собственно, инвестирование. Проект выпускает доли и продает их. Вот он выпустил на продажу 5283 свои доли, ну, или акции по-другому. Каждая стоимостью 300 рублей. Ну, соответственно, умножаем это на это, как раз и получаем сумму, которую надо собрать. То есть, когда будут раскуплены все вот эти вот доли по такой цене, как раз он соберет нужную сумму. То есть, минимально мы можем купить одну долю этого проекта. То есть, минимальная инвестиция 300 рублей в данном случае. Вот, мы видим, что уже 27 инвесторов у нас есть, кто сюда инвестировал. А, есть еще такой вот параметр. Осталось 73 дня, да. Что это значит? Проекту дается определенное время, чтобы собрать инвестиции. То есть, если он вот до конца этого срока не собирает даже 40 процентов от нужной суммы, считать, что он не справился, не собрал, не получил инвестиции, не смог привлечь инвесторов. И вот эти деньги, собранные, распределяются обратно между инвесторами. Вот. Если он хотя бы 40 процентов набрал, то ему дается еще такой же срок, чтобы добрать до конца. То есть, считается, что он как бы смог привлечь внимание и дается ему шанс все-таки добрать до 100 процентов. Вот здесь вот начало сбора инвестиций 2 марта, да. Срок реализации проекта. После того, как проект соберет все вот эти вот необходимые ему средства, он заявляет о том, что ему нужен месяц на реализацию. То есть, после того, как он получит свои деньги от платформы Симикс, ему нужен месяц на запуск. Количество этапов. Ну, в данном случае это один этап. Бывает, просто еще дробят сбор средств и запуск проекта на несколько этапов. Вот. Там может различаться стоимость на одну долю по разным этапам. То есть, она может потихонечку дорожать. Ну, я так понимаю, что это сделано, чтобы мотивировать людей не ждать, пока будет собрана львиная доля средств, да, инвестировать уже на старте. Потому что есть такой эффект, что многие смотрят, что тут еще почти ничего не собрано, 4 процента. Ну, как бы непонятно, соберет он, не соберет. Если не соберет, деньги, получается, за какое-то время пролежат туда мертвым грузом. Дай-ка я подожду, пока будет вот здесь вот эта колонка. Или там закину. Ну, и в итоге все так думают, никто не вкидывается. Такой замкнутый круг. Когда есть этапы, когда все раздроблено на несколько таких вот этапов. И на каждом последующем этапе цена на долю дороже, есть мотивация входить за одним из первых. И народ не ждет. Ну, здесь один этап, здесь не стали заморачиваться. Ну, есть другие рычаги воздействия, да, бывают какие-то акции, устраивающие подбодрить людей. Так, что еще? Планируемая прибыль. Это ориентировочная прибыль, на которую рассчитывают владельцы, будущие владельцы вот этой кофейни. То есть, они думают, что вот каждый месяц, у них будет прибыль 200 тысяч рублей. Период распределения раз в месяц. То есть, каждый месяц они планируют платить дивиденды. Причем планируют они платить 50% от фактической прибыли. Это ориентировочная цифра. То есть, получится меньше, заплатят меньше. Получится больше, заплатят больше. Обратный выкуп долей. Они оставляют за свое право выкупить доли обратно. Ну, разумеется, там будет цена выше, чем 300 рублей. То есть, по завышенной цене. Количество распределений ноль, но это потому, что еще не было распределения. Они еще, естественно, не собрали деньги и запустились. Партнерская программа. Для партнеров Симикс здесь действует партнерская программа. Что это значит? Если мы приглашаем человека, он регистрируется по нашей ссылке в Симикс и инвестирует деньги в этот проект, мы получаем сумму его инвестиции 5%. У некоторых проектов она больше, чем 5%. У некоторых вообще ее нет. То есть, они не считают нужным поощрять приглашение. Вот. Ну, честно говоря, я не понимаю, зачем они так делают. По-моему, это глупо. Очевидно, что люди будут больше звать людей туда, где есть партнерская программа. То есть, ну, непонятно. Может быть, они, не знаю, владельцы этих бизнесов не хотят ассоциировать себя с какой-то там пирамидой, да, обычной партнерской программы. Реферальная она всегда ассоциируется с какой-то пирамидальностью, там, не знаю, млмщиной у обычных людей, как бы, далеких от этого. Вот. Ну, на самом деле, партнерская программа сейчас даже в банках есть. Тем более, тут на одноуровневая, казалось бы, что такого. Ну, вот, некоторые почему-то не ставят. Ладно. Ну, вот здесь вот мы можем, собственно, стать инвестором, да, например, вбиваем, хотим купить, допустим, 100 долей. Нам на калькуляторе оно высчитывает, сколько, соответственно, это будет. Ну, по 300 рублей за долю, да, 300, ой, 30 тысяч рублей. Вот. Сумма дивидендов по ней, и, соответственно, процентность. Ну, вот, получается, как раз вот, да, если посчитать, 200 тысяч на всех, причем половина суммы, на вот такую вот сумму, ну, как раз вот это и выйдет, 6,21 процентов в месяц. То есть, грубо говоря, вложив сюда деньги, мы будем получать примерно, там, чуть больше 6 процентов в месяц дивиденды. Вот. Ну, это ориентировочная цифра, то есть, как оно на самом деле будет, не знаю. Ну, ребята, вот с ними так. Вот. Наверное, не из них там барахты. То есть, как-то какая-то оценка, расчет какой-то был. Вот, собственно, ребята, владельцы, будущие владельцы этой кофейни, да, те, кто разместил проект на Симикс, контакты, можно с ними связаться, поговорить, узнать что-то. Ну, вот, собственно, как бы, как обычно представлен проект на Симикс. Это проект с категорией стартап. То есть, он еще не запущен, у ребят еще нет готового бизнеса. То есть, я так понимаю, что они хотят купить франшизу и вот открыть кофейню в Москве. Хотя большинство проектов у Симикса – это уже, как бы, запущенные бизнесы, которые ищут расширения. Вот. То есть, допустим, открытие новой точки, имеющей, ну, помимо имеющихся уже каких-то там, либо расширения просто, как бы, объемов. То есть, большинство проектов именно такие. То есть, мы видим, что вот стартап в данный момент на сборе средств один. Как раз это кофейня. Дальше. Как только у нас наши средства получены, как только проект закрыл сбор средств, все доли на руках у инвесторов, эти доли попадают на торги. То есть, мы можем торговать этими долями, покупать и продавать на торгах. Ну, соответственно, торговать с другими участниками. Тут вот есть вот график изменения цен на долю. Формируется он чисто за счет спроса предложения. То есть, вот люди вот здесь размещают свои ордера. Вот это вот вкладки с торговлей по долям различных проектов, которые уже собрали средства. Вот, например, вкладка «Проект Старт Джуниор». Сеть детских школ моделизма и робототехники для детей 3-16 лет. Вот. Люди, которые вложили в него деньги, получили доли. Дальше они могут, например, захотеть продать свои доли. Да? Ну, разумеется, они захотят продать подороже. То есть, вот мы видим, что если номинальная стоимость у одной доли была 100 рублей, то тут вот, например, продают минимально по 100, ну, почти по 130 рублей. Ну, естественно, они как бы вложили на этапе сбора. Был определенный риск. Вот, сейчас проект запустился. Скорее всего, даже уже, например, радиовиденды платят. Вот. И, соответственно, ну, доли уже стоят не 100 рублей. Да? Это чисто такой психологический уровень. Ну, то есть, вот это вот заявки на продажу долей. Вот. А это люди, которые хотят купить доли этого проекта. То есть, они, например, не сделали этого время сбора средств. Да? Ну, не знаю, не успели, либо не захотели, а сейчас хотят купить. И вот они создают заявку на покупку этих долей. Соответственно, им продают люди, которые инвестировали на этапе сбора средств этого проекта и имеют доли. Ну, соответственно, мы можем тоже там создать ордер на покупку или на продажу, если у нас есть такие доли. Вот. Ну, и вот это вот цена, по которой реализуются сделки. То есть, это вот фактически как менялась цена, по которой происходили сделки, по которой закрывались ордера. То есть, мы видим, что она колеблется и, в принципе, даже на этом колебании можно, в принципе, зарабатывать, то есть, стараясь там купить как-то подешевле, продать подороже. Ну, не знаю, это на любителя заработок. Вот я этим сейчас не занимаюсь. Ну и, соответственно, вот у нас сколько вкладок, да, это вот все доли разных проектов, которые торгуются на вот этих вот торгах. Дальше, что еще? Ну, здесь вот довольно такое обширное меню с кучей разной информацией, да, все что угодно можно посмотреть. То есть, вообще у Семикс такой сайт очень функциональный и личный кабинет в частности. То есть, здесь вообще любую информацию можно найти. Все очень, достаточно круто сделано. Вот, также Семикс продает свои собственные акции. Вот, Семикс Инк. Вот, можно купить акции самой платформы Семикс. По ним обещаются дивиденды в зависимости от объема торгов, которые проходят как раз вот на этих вот торгах, да. То есть, соответственно, мы будем получать какой-то процент от объема комиссий, полученных Семиксом вот с этих торгов. Потому что у нас Семикс берет некий процент с каждой операции на торгах. И, соответственно, по своим долям по вот этим вот он платит какие-то дивиденды в зависимости от того, сколько там народ торговал, сколько по комиссии они заработали. Вот, тоже партнерская программа есть. Вот мы видим, например, если по нашей ссылке, например, кто-то зарегистрировался на Семикс и купил вот эти вот доли Семикс, то мы с этого получим 10%. Здесь вот есть вкладка новости. Ну, здесь новости всех проектов. Вообще, Семикс вот надо этим должное. Они очень подробно представляют информацию и на почту постоянно делают рассылки там с различными там интервью какими-то фотоотчетами, новостями. То есть, ну, от недостатка информации, конечно, человек, кто зареган, он не страдает. Вот. То есть, ну, постоянно себя напоминает и информирует достаточно подробно обо всем. Ну, собственно, резюме. Мораль всей басни такова. Как мы видим, Семикс достаточно серьезный проект, да, выгодно отличается от каких-то стандартных там инвестиционных компаний, хайпов, я не знаю, каких-то пирамидальных схем, потому что здесь, ну, действительно есть привязка к реальным бизнесам. Вот. И причем все прозрачно, можно связаться с конкретными там, не знаю, владельцами какого-то бизнеса, там, не знаю, если он запущен приехать, посмотреть, пощупать. Ну, в общем, все это достаточно легко проверить. Поэтому смотрите, изучайте. Тема трендовая. Крауд инвестинг нынче в моде, что называется. У меня у самого здесь есть несколько инвестиций в различные проекты. Уже несколько раз дивиденды получал. Мне кажется, за вот этим вот направлением, за такой вот крауд инвестинговой деятельностью будущее, то есть, вот эта платформа, такая, ну, может, первая ласточка. Не знаю, как удастся им развиться во что-то глобальное или нет. Ну, желаю ребятам только удачи. Мне нравится их подход. Поэтому рекомендую, изучайте, инвестируйте. Если будут какие-то вопросы, обращайтесь. Подписывайтесь на канал, заходите на мой блог. Все. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok